кто не пытается я ужасно не люблю вы знаете сейчас последнее количество вернее последнее время огромное количество вот этих долбоебических гуру извините-ка шамой французские по-другому не скажу которые появились и которые это говорят вы вас там за три дня научим за пять дней научим сейчас дадим систему беспроигрышную мы дадим какие-то индикаторы мне честно вот честно я бы не знаю но не буду говорить некрасивые слова на поджогим пятки поджогим пятки этим людям да то есть вы знаете я всегда говорю одну вещь на что все вход take profit стоп лосс вышел все и вот это конечно для меня очень страшно потому что я принципе знал что наташа будет сейчас раскрывать эти темы и это очень болезненные очень болезненные темы для 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 этого и для нас как раз была именно а вот тема сегодняшняя беседы именно я не знаю попробовать может быть достучаться до кого-то из вас чтобы помочь вам решить какую-то проблему все поехали я вот просто объясню нашим зрителям сегодня давайте я вам просто проговорю параметры на которые вам стоит обратить внимание потому что поверьте я знаю как работают разные программы я знаю как люди разрушают свою жизнь я прекрасно это знаю и это на самом деле страшно когда ты видишь что он делает все чтобы разрушить свою жизнь не состояться не реализоваться то есть смотрите первое что на что вам важно обращать внимание так пойдем по маркерам уж тут мы не раздували большую дискуссию потому что это можно лично говорить первое на что вам нужно обращать внимание сразу свои мать и вообще когда вы принимаете решение прийти трейдинг свой мотив какие есть проблемы какие с финансовые проблемы какие у вас есть потребности когда вы заработаете деньги с рынка зачем вам нужны эти деньги если у вас только подвязка доказать показать получить привет признание чего-то это уже проблема внутреннего мира потому что вы тогда идете в рынок с надеждой каждая сделка с надеждой убыток все это катастрофа века просто вы тогда не принимаете что трейдинг без убытков это не трейдинг главное чтобы они системные были вы же тогда будете отходить из системы потому что и вас пойдет что разочарование разочарование трейдинге наставниках не те знания далее не то всегда будет перекладывание ответственности потому что изначально ваша более глубинная потребность она никак не связана именно состояться трейдинге построить свою карьеру стать действительно профессионалом у кого-то там свою компанию открыть часто нужно обращать на свои проблемы особенно у кого бизнес банкротства долги и кредиторы много из моей практики приходят с разрушенным бизнесом по-быстрому в трейдинге заработать и закрыть долги по-быстрому заработать показать своей бывшей жене что она зря меня бросила по-быстрому заработать потому что я собираюсь разводиться мне нужен капитал осознавайте свои истинные мотивы зачем вам нужен рынок потому что тогда будут виноваты просто все потому что у вас не будет получаться вы будете выгорать вы будете злиться нет ресурса когда я иду за истинным своему мне нравится да я люблю то что я делаю так даже и настроение другое но уже тогда что проваливайтесь свои эмоции здесь есть одно маленькое но когда люди идут в трейдинг а вот я когда шел в трейдинг я просто видел это давай скажу так как возможность я видел то что зарабатывают другие а и без первоначального капитала то есть я это видел как возможность а очень многие люди ты не можешь что-то полюбить то что ты не знаешь что это такое саша ты я согласна с этим я и я имею ввиду когда уже они в процессе в самом да именно когда уже опытно набираются опыта многие идут за возможностями но еще важно понимать какие есть особенно финансово плана проблемы которые вас потолка потому что отсюда вы будете зажимать себя в рамки вы не будете себя разрешать узнать рынок понять почувствовать получить дозу знаний необходимых вам нужно будет быстро-быстро-быстро что-то сделать и каждый вы так это будет тотальное разочарование тогда что торговля эмоционально будет который момент важно как я сказала отслеживайте свои бессознательные процессы все знательные процессы понятия их отследить очень легко это тот момент когда вы себе на домашнюю или на арк алгоритмы пишите одно походите совершенно другие формации вот это самое первое и если вас спросишь почему ты вошел не по своему алгоритму часто будет ответ я не знаю я не понимаю почему я туда вошел и это на самом деле будет действительно я не понимаю потому что торговля уже эмоционально почему я говорю что всегда отслеживайте когда вы пишите одном планируете одно а делаете другой скорее всего у вас уже включилась именно психологическая база потому что логически когда вы не в рынке когда вы на предрынке готовитесь вы с холодным разумом все хорошо планируете вы все знаете все понимаете в самом процессе у вас что-то происходит вас просто выносит Всегда, вот я говорю, отслеживайте эти моменты свои, когда вы, получается, планируете одно, делаете другое, почему, да, вот задавайтесь вопросом, почему, что со мной происходит, и что вы разбирались в себе. Замеряйте свои эмоции. Вот многие, да, что… Деньги, которых у вас не было, вы деньги потеряли, которые вы взяли в долг, вы, например, там, у мамы, у папы взяли что-то, или вы… Вот это агоническое состояние. Так вот, я вам только дам один совет, просто как трейдер, а не как психолог. Хотя, на самом деле, у меня там психологического опыта уже 25 лет, я работал с огромным количеством трейдеров. Надо все буквально просто вот выключить, забыть, просто на неделю, и просто элевитарно прийти в себя, там, вплоть до того, чтобы там просто купаться в холодной ледяной воде. Потому что состояние агонии, если вы в нем находитесь и будете пытаться что-то делать, вы будете загонять себя глубже, глубже, вообще беспредельно глубоко. Татусь. Дело в том, что, понимаешь, проблема в чем, когда, смотря какой убыток, да, размер какой убытка понесли. И когда уже включается… Тут не важно какой убыток, тут вопрос, какова эта сумма для тебя. Потому что, например, для меня 10 тысяч долларов, я не пукну, а для кого-то тысячи долларов, при заплате в 300 долларов. Он в обморок упадет. Я же про то и говорю, что важно понимать, что у каждого есть своя вот стоп внутренняя, на которую он человека вынесет. И вопрос, почему я говорю, учитывайте свои проблемы, с которыми вы пришли уже изначально в рынок, потому что все проблемы и в вашей жизни, и в вашей голове часто, все рамки только в вашей голове. И там действительно, когда человек начинает отыгрываться, часто что? Включается забрать у рынка то, что я уже потерял. И останавливается он тогда, когда уже его депозит полностью слит. Потому что он уже теряет нечего. Давай я тебе буду объяснять, здесь трейдеры, они любят простой язык. Так вот, есть очень хорошая поговорка, о которой говорил мой дедушка. Папа бил не за то, что в карты играл, а за то, что отыгрался. А за то, что отыгрался. Спасибо за перевод. Но я говорю, в этом моменте проблема в том, что они же могут остановиться. Останавливается уже, когда все. Потому что уже торговля эмоциональна. Причем я говорю, всегда важно понимать, что вас может зажать в рамке. И говорю именно свои, такие, ну, сами более сознательные процессы. Я скажу так, тяжелее трейдера, что уже из практики заметила, от уже своего опыта. На что тоже обращать внимание нужно. Это трейдеры, которые находятся в кризисе среднего возраста. Вот это я не могу не проговорить этот момент. Потому что часто этот, ну, у кого-то кризисные, да, просто переходные периоды. Но большинство – это у кто в кризисе среднего возраста. Потому что, когда вы выбираете в этом периоде, что сам по себе он уже несет дезориентацию, да внутреннюю, потребность обнулить жизнь, закрыть отношения, разрушить бизнес, все то, что вы строили на каких-то других выборах, программах. Вы на этих решениях принимаете заняться трейдингом, стать трейдером. Но из-за того, что у вас и так уже внутри процессы хаос, да, некие жизни, вы начинаете на рынок тогда делать большие ожидания, страх не успеть. И все вот такие процессы, они тогда включаются. Поэтому в эти периоды очень важно, если вы понимаете, что все-таки у вас случается эмоциональный фактор, психологический, аналогический, то, как я говорю, что вы отходите неосознанно от своей системы, когда вы отыгрываетесь. Очень важно, хотя бы в эти периоды снижайте свои объемы. Включайте больше действительно осознанность. И вот правильно, да, Саша сказал про риск-менеджмент и все остальное, чтобы действительно что-то вас удержало. Потому что, если у вас, я не говорю, есть такие внутренние процессы, часто бессознательные процессы, они сильные. И в чем я замечаю трейдеров? Когда начинает он отыгрываться с рынком? У него тогда виноваты все. Ни честное знание, ни тот наставник. Знаешь, я понял одну вещь, что когда человека начинает клинить, у меня было это один раз в жизни, в 2006 году, я рассказывал эту историю, я поломал руку себе. У меня была позиция, притом позиция была абсолютно адекватная, соответствующая, будем говорить так, моему денежному состоянию. То есть, это не были там большие никакие деньги для меня. Я просто не мог закрыться, когда акция шла против меня. Я к тому времени уже был там супер крутой трейдер, состоявшийся. И у меня уже, я тогда был один из партнеров компании, это был 2006 год. Но меня поразило просто внутри то, что я не мог сам закрыться. Вот это была, наверное, основная проблема. То есть, мне звонит риск-менеджер, сейчас надо, подожди. Мне звонит риск-менеджер и говорит, ну там, Саш, ты вообще контролируешь как бы ситуацию? Я говорю, да-да, все нормально, блядь, положил трубку. И потом, только когда я поломал себе руку, то есть, я просто вот ударил, кто знает, да, в Америке стены тонкие, да, из гипсокартона. Я ударил и попал прямо в железяку, перемычку и поломал четыре пальца, просто себе выломал, просто вот там кровище, все. Но ты в этот момент боли не чувствуешь. Я эту историю рассказывал, мне абсолютно не стыдно, потому что я вас очень хорошо понимаю. И я, как сейчас помню, я закрыл все-таки, смог сам закрыть позу. Мне позу никто не помогал закрывать, я ее закрыл все равно сам. Но, ребят, меня накрыло на шесть месяцев. Я шесть месяцев жил в лесу. Благо тогда ребенок Мечел был маленький, еще не ходил в школу. И я мог себе это позволить. И я честно, для меня потом страх был выехать из этого леса, потому что я вошел в состояние комфорта. Вот я приехал и начал опять, вернул себя там на пять лет, шесть лет назад и начал работать. Но это было самое страшное состояние. Самое страшное состояние после потери, это не сама потеря, а вернуться нормальным здоровым человеком. Я просто себя психически и психологически очень хорошо знаю. Плюс я бывший спортсмен. Я знаю, как в том фильме, о чем говорят мужчины, я знаю, что от нее ожидать, а самое главное, знаю, что ожидать от себя. Вот это для меня был самый тяжелый момент. Это вот вернуться. Потому что мне так стало комфортно, я в таком дзене был, я смог забыть. А потом, я когда пришел и увидел свой компьютер, то вы знаете, этот прям страшный этот ужасник, этот фильм, он там буквально за эти три минуты пробежал передо мной. И я просто себя заставил там каким-то неимоверным усилием силы воли просто вот съесть и потихонечку начать там по стуации торговать. Можете себе представить, я человек, который в 2001 году заработал почти 680 тысяч за день. У меня риск на день был от 5 до 15 тысяч долларов. И тут я сажусь и торгую просто вот как пусси, да, на английском языке, кто-то не знает, что это такое, ну, некрасивое слово. Я сажусь и торгую как пусси по 100 акций. И я вот так вот шел обратно, вот поднимал тот же риск. Вот это самое страшное. Запомните одну вещь. Если вы хотите совершить какую-то глупость, запомните одну очень важную вещь. То есть обстоятельства, которые будут проходить вместе с вами, они тем тяжелы, что вы должны будете выворачивать свое нутро наизнанку. Вот это самая большая проблема. Вы должны будете вывернуть свое нутро наизнанку. Почему? Потому что вы столкнетесь с тем, то что вы никогда не делали. Вот если человека спросить, а как ты поведешь себя в этой ситуации? Когда мне было 16 лет, в Одессе я спас тонущего человека. Но я никогда не вытаскивал никого из пожара. Если бы мне задали вопрос, а как ты себя поведешь в ситуации, когда дом будет гореть, и там кто-то, например, там будет, да, как ты себя поведешь? Ответ я не знаю. Но я знаю точно одну вещь. Вот если вас накроет, очень мало людей может вылезти из такого состояния. Поэтому то, как раз то, что Наташа говорит, не надо себя доводить до такого состояния, когда вам придется остаться с самим собой и решать свои собственные проблемы. Ты знаешь, я тебе хочу сказать то, что это хорошо, что ты им говоришь, да, с своего опыта. То есть ты им показываешь, что это может быть. И что трейдинг не настолько радужная индустрия, да, как они многие думают, когда они приходят, что это тяжелая индустрия. Но я тебе хочу сказать, что они все равно проживут этот опыт, они провалятся в это дно. Потому что, знаешь, когда ко мне приходят, человек реально уже на дне. Вот просто на дне. До этого, что он часто терял, но происходит какой-то пиковый момент, человека просто выносит. И обычно на дне, когда еще ежеси высыпятся по-разному. Когда я подумал, что это дно, снизу постучали. Да, вот в этом состоянии обычно приходят, когда это уже конкретное дно двойное. Знаешь, то есть они все равно проживают этот опыт. Потому что я говорю, я тебе просто сразу говорю, я из внутренних мер трейдеров я знаю очень хорошо. Особенно эти все связки. Я о них могу рассказывать сколько угодно. То есть в этом плане, я говорю, просто не все готовы это пока принять, пока понять. Но в моменты приходят знакомства между собой. Просто действительно часто, когда мы начинаем разбирать эти все внутренние процессы, что за чем стоять, его скрытые мотивы, которые часто трейдинг вообще не имеет отношения, понимаешь, к тому, что с человеком происходит. Но перенос идет, потому что в этой индустрии много активируется страхов, комплексов, состояния никчемности, ничтожности, слабости. И во время торговли активируются эти состояния. То состояние, если человек жил всю жизнь в масках, он создавал себе образ себя идеального, успешного, и все остальное трейдинга, он потерял, окунулся в состояние чума последнего, как обычно говорят, я как последнюю чуму себя чувствую. А мужчине это удар по самооценке. И что тогда отыгрываться? Конечно. Потому что ему снова страшно прожить состояние никчемности. Отсюда идет отыгрывание. И они все равно в это окунутся, потому что это знаешь, когда то же самое, если мы возьмем из жизни у кого-то, у кого-то есть травма преданного, у него будут всегда его попадаться люди, которые его будут предавать. И он будет постоянно систематически проживать этот опыт. Кого отвергали в детстве? Ему попадаться будут холодные люди, которые его будут отвергать. Пока что, пока она начнет сам с собой разбираться, чтобы не повторять сценарий. В трейдинге точно так же происходит. Почему говорю, что кому надо прожить этот опыт, он все равно проживет. Ты знаешь, равносильно, когда нам хочется так своих детей обезопасить от ошибок в жизни. Мы понимаем, они все равно их проживут. Они все равно набьют свои шишки. Поэтому у трейдеров точно так же. Самое главное, чтобы... Давай скажи так, чтобы как бы не обобщать, да? Потому что, ну, это очень много такого обобщенного. Есть ли вообще какие-то приемы, да? Потому что наша цель, сегодняшняя цель нашего следующего вебинара, это не просто рассказать, как все хуево. Ну, многие, кто потерял... Давайте элементарно. Вот поставьте плюсики, кто потерял деньги. Поставьте плюсики, кто потерял деньги. Так вот, а после этого пойдем. Цель, цель дать людям какие-то инструменты, просто помочь. Да, потому что если я скажу, блядь, если у тебя нету стержня, тебе вообще в трейдере нехуй делать. И в принципе, это чистая правда. Потому что люди, которые их побили, и люди, которые возвращаются, это вообще просто вот какая-то космическая пропасть в размере. На каждые тысячи людей, которые потеряли, пять может вернуться. Все остальные просто смотрю по брокерской ферме, и по студентам, которые у меня были, и по тульскому офису. Я могу с уверенностью называть все цифры. Вот и основная цель, основная цель. Дай людям инструменты, которые им помогут. Просто сказать, блядь, вот риск менеджмент соблюдай, не делай. Это не поможет, это не поможет, это не помогает, не поможет. А алгоритмы писать тоже не помогает, потому что они их пишут, но не соблюдают. Вот я же тебе говорю, у нас люди открывают риск менеджмент программу, через ровно две недели звонят Марьяну, нашему техническому директору, и говорят, Марьян, убери у меня риск менеджмент, все, он мне не нужен, не могу. То есть люди не могут справиться со своими же правилами, которые они себе написали. Вот это, наверное, самое страшное, да, что есть. Давай инструмент. Про это я и говорю, что самое важное, это отслеживать. Во-первых, что отслеживать свои эмоции, потому что часто трейдеры по-новому начинают с собой знакомиться. Смотрите, когда, я всегда говорю, что случайных людей трейдинга нет. Многих из вас он вывернул и так уже, вывернул наизнанку, то есть много вы о себе узнали, то, что никогда бы не узнали в другой индустрии. То есть вам эта индустрия нужна. Нужна для реализации, нужна для знакомства с собой, нужна для, извините, отрастить себе яйца сильнее. Вот это разные, у вас есть потенциал. Все зависит от исходных данных, скажем так. Кто в какой позиции. Если вы обижаетесь на рынок, то вы уже позиции, извините, ребенка. Потому что обида на рынок, я вошел, потерял, а рынок виноват или кто-то виноват. По сигналам, вы уже вошел, эти сигналы дали. Это перенос ответственности. Разбирайтесь с собой тогда, почему именно вы так реагируете. Потому что действительно, смотрите, трейдинг и вообще, ну это сильная индустрия. И здесь про зрелость, про ответственность, про умение принимать на себя, действительно ответственность за свои поступки, за свои действия. Про то, чтобы вы дали себе. Вот я говорю, инструменты это какие? Это, во-первых, что убрать, если есть какие-то проблемы. Если вы их наметили, что вы их решите с помощью трейдинга, тех денег, которых вы заработаете, решайте другими методами. Дайте себе просто свободно дышать в рынке. Замеряйте свои эмоции. Замеряйте свои состояния, потому что я за то, чтобы все-таки чувствовали себя. Чтобы замечали, что я на самом деле испытываю, потому что часто торговля именно эмоциональная. Вы меняетесь в корне. Состояние короля всемогущего до существа ущердного – это обычно результат одной сделки. Понимаете? Вот эти все ваши перепады. Поэтому замеряйте свои состояния. Замеряйте состояние. Ведите эмоциональный дневник. Не только как вы провели сделку. Получили тейку, выток или что вы получили, как вы провели. Замеряйте состояние. До начала торговли, когда вы начинаете открывать, к примеру, вошел в позицию, что я чувствую, потому что многие даже боятся входить в позиции. Потому что обычно те, кто или накануне уже теряли много, потому что вы тогда, почему страх? Но вы себя держите в зоне безопасности. То есть если вы не торгуете, но вы не теряете. Да, не зарабатываете, но вы эмоционально спокойны. Замеряйте свое состояние. Если рынок начинает корректироваться, вы в позицию против вас. Я из-за этого, честно, ты же знаешь. Я к тебе очень хорошо отношусь. Вот за это я не люблю психологов. Это все обо всем и ни о чем. Вот как можно замерить свое состояние? Вот объясни мне, смотри. Человек в состоянии. Я не знал. Подожди, болит палец, болит рука, еще что-то. Как можно замерить свое состояние? Вот объясни мне. Я не понимаю. Вот сейчас вам пример Александра Герчика. Человека, который находится в закрытой эмоциональной позиции. Нет, нет. Датусь, со мной вообще никто не может сравниться. Я 25 лет в трейдинге и торгую. У меня весь. Чтоб ты понял. Вот вся моя жизнь. Вот это вся моя жизнь. Я просто говорю. У нас много простых людей, которые только начали свой путь трейдинга. Раз. У нас люди, которых там недавно побило. Нужен конкретный инструмент. Что делать? Как можно замерить свое состояние? Называть их, обозначать. Они часто сидят. Я боюсь. Что боюсь? Боюсь потерять. Боюсь. Да, я боюсь сделать сделку, потому что я до этого терял. Я боюсь сделать опять сделку, потому что я потеряю. Вот я замерил свое состояние. Вот я тебе говорю. Вот почему у трейдинга часто... Вот у меня сын попал в аварию два года назад. Абсолютно не по своей вине. Он вечером ехал со школы. Его на огромной скорости ударила машина, его там развернуло. Слава богу, не перевернуло. И он пришел ко мне и говорит, пап, я боюсь сесть за руль. Я сказал, слушай, внимательно. Вариантов очень мало. Либо ты садишься за руль, либо ты боишься больше садиться за руль. Первый вопрос. Твоя вина была? Нет. Ты нарушил какие-то правила? Нет. Ты ехал со скоростью, нормально и допустимо? Да. Все, тебе больше нечего бояться. Митчелл, дорога так устроена, что бывает, и ты можешь кого-то ударить. Это тоже нормально. Все в жизни бывает, и тебя кто-то может ударить. И он сел ровно через неделю и поехал. А большинство людей, которые попадали в аварию, они больше второй раз боятся сесть за руль. Вопрос один. Вот ответь мне, пожалуйста. Как открыться себе? Как себе научиться доверять? Саша, ну смотри, пока они не научатся понимать себя. Сейчас не мне, сейчас не мне, это не про меня, это про них. Нет, я хочу и тебе тоже, потому что ты, я понимаю, что ты не любишь психологии, ты не любишь вот этих всех, тебе так, как твоя любимая фраза, я не буду там матом говорить, или в йо, или у йо, то есть все. Или в йо-мое, или у йо-мое. Твоя стандартная фраза. Но я же немножко, знаешь, как гуманист подхожу, я понимаю, что я могу человека раскрыть, что все силы, все ресурсы в нем есть, что даже люди со слабым стержнем, они могут себя действительно раскрыть, его убрать свои комплексы, они могут перерасти себя. Я же просто из своего опыта говорю, понимаешь? Я про то, что, помнишь, твоя фраза, каждый имеет шанс. Хорошо, давай по-другому. Представь себе банальную простую ситуацию, вот даже кто-то здесь написал, потому что я жесткий, и я хочу, чтобы люди понимали, что для меня никаких подлизонов не будет. Моя цель сегодняшнего вебинара, людям рассказать, чтобы каждый кто-то услышал. Вот здесь молодой человек был, Сергей Сидоренко. Шефер Наталья, добрый день, скажите, пожалуйста, возможно ли попасть к вам на прием? Потом отдельно, я с Наташей не вдоль, и Наташа отдельно расскажет. Вот представь себе вот такую вот ситуацию, да, как вот отработать, да, во-первых, не все могут себе позволить психолога. Ну, представь себе, что мы берем ситуацию, когда человек может себе позволить психолога, я не знаю там сейчас твои расценки, ты сейчас живешь в Швейцарии, я не знаю твои расценки. Представь себе, что вот Сергей Сидоренко, и мне пришел, он говорит, Наталья, здравствуйте, меня зовут Сергей Сидоренко, у меня вот такие вот проблемы. То есть он, естественно, то, что Наташа говорит, я вам объясню в два слова. Она говорит, что надо первое смочь себе рассказать, в чем вы видите свою проблему. Иначе и она вас не услышит, и я вас не услышу. Вот представь себе, пришел к тебе Сергей Сидоренко. Вот я Сергей Сидоренко. Наталья, добрый день. Здравствуйте. У меня вот такие вот проблемы, знаете, я теряю, теряю, а потом я начинаю бояться, потому что я понимаю, что я до этого много терял. И я понимаю, что если я сейчас зайду в сделку, я потеряю опять. Из-за этого я их не делаю, потому что у меня страх перед сделанием сделки. Вот расскажите, что мне надо делать. Дубль три. Вот поэтому я и говорю, объяснять себе свое состояние. Нет, нет, подожди, я пришел к тебе, Сергей Сидоренко. Вот поехали. Смотри, ко мне так просто, во-первых, что ко мне так просто не попадают, они сформляют всю заявку, я смотрю запрос, и только я с ним полтора часа разбираю его запрос. Никто не решает за три минуты запрос, потому что мне важно узнать его, что им движет внутри. Один момент, у нас таких много, которые после серии убытков боятся входить. А теперь задайтесь вопросом, в какое состояние меня погружают убытки? Чего я на самом деле избегаю? Они не боятся торговать. Они боятся снова вот это состояние никчемности внутренней, слабости. Понимаешь? Они же не боятся входить в позицию. Десять советов. Десять советов. Вижу, ты немножко нервничал, начал. И я даже такой, как я, смог тебя вывести из состояния равновесия. Смотри, ты знаешь, я просто... У меня практически невозможно вывести из состояния. Давай просто. Десять советов для тех, кто не может себе... Я вот сейчас выкинь чумью. Для тех, кто не может себе позволить Наталью Подольскую, которые столкнулись с проблемой, вот прям первое, второе, третье. Кому надо, кто умный, тот запишет. Я смотрю, у меня чистая бумажка и ручка. Тебе не нужна бумажка и ручка, потому что ты сам знаешь, что делать. Но мне все равно интересно. Я, может, сейчас буду со студентом рассказывать? Все, я молчу. Ты понимаешь, я просто стараюсь, потому что ты не даешь мне даже мысли закончить. Но это надолго. Сейчас я буду рассказывать, и ты меня снова перебьешь. Ребят, для тех, кто не может разобрать свои состояния. Вот сейчас, да, просто меня Михалыч перебивает постоянно, и не могу мыслить, у меня уже горло сорвало. Смотрите, и для тех сейчас, кто и не может, и не хочет, я тебе хочу сказать, не все к психологу готовы идти. Не каждый признается, что во мне в нем есть проблемы. Не все. Каждый будет себя ломать, пытается будет ломать. Ребят, смотрите, для кого актуально? Буквально сегодня Инстаграм запустила бесплатный автопрактику по самодиагностике своих состояний. Бесплатно. Три задания психологические. Проходите, разбирайтесь с собой, что вам и на самом деле движет. В Инстаграм, в шапке профиля есть, вам Инстаграм дадут. Это все бесплатно для вас. Вам ничего это не будет стоить, но просто изучайте себя. Вы не можете понять рынок, если у вас хаос в внутренней мире. Обязательно проанализируйте, как я сказала, свои мотивы, свои проблемы. Обязательно проанализируйте, какая сфера в вашей жизни уже перекусит. Потому что многие трейдеры в рынок прячутся. Проблемы в отношениях, он создает видимостью, что он торгует. Я не могу это не озвучить, потому что это есть. Понимаешь, я же вижу разную сторону их причин. Я же вижу разные стороны их убытков. Почему они… Аллилуйя. Сейчас в купол тишины. Я так говорю, ребята, обязательно, как я сказала, следите свои мотивы, которые вас… Тебе не нужно писать, ты и так все знаешь. Следите свои мотивы, которые вас привели в рынок. На фоне никаких событий вы принимаете решение. То есть смотрите, обязательно важно разделять. Трейдинг не нужен. Действительно, я хочу попробовать. То есть чтобы вы четко понимали, чтобы вы не торопились с больших сумм стартовать, дайте себе время на обучение. Тем более, вот мой сидит учитель, Говорун, который меня обучал. И есть тенгерчик и Койер с разными тоже обучающими продуктами. То есть используйте эти возможности, дайте себе время и запас времени поучиться, понять себя. Разобраться с рынком. Отслеживайте обязательно свое, именно ваш личный психотип. Вы импульсивны, либо вы консервативны. То есть для тех уже, кто с опытом есть. Отслеживайте эти моменты, потому что может быть проблема, быть элементарна, вам просто не импонировать будет рынок по вашим личным структурам. Примерно, если вы импульсивно берете там широкие тамферы, медленные бумаги, вы будете засыпать, вам будет скучно, вы будете придумывать себе входы. Если импонирует вам торговая система, но вы понимаете, что вам от этого драйва не хватает, находите его вовне. Идите там, прыгайте, сексом занимайте, что-нибудь делайте, чтобы шел вот этот выбор, чтобы вы чувствовали энергию жизни. Оставьте рынок таким, какой он есть. Не старайтесь его переделать под себя. Найдите просто свой инструмент, потому что многим просто не импонируйте инструменты, на которых они торгуют. Когда он переходит на другой инструмент, у него получается торговля. Не всегда есть это, скажем так, не всегда нужно лезть вам глубоко в голову. И часто я про это тоже сразу говорю. Я никогда человеку не буду выковыривать то, чего в нем нет. Если я вижу, что у него проблемы, это элементарно докрутить торговый стиль ему не импонирует, там, таймфрейм, либо я вижу, что он просто переносит какие-то свои проблемы в трейдинге, если, ну, там, финансовые, проблемы в отношениях. Не нужно ему лезть в голову. Дайте себе время понять себя в контексте трейдинга, в контексте рынка, что импонирует. Но проблема же в чем? Отслеживайте также, сравнивайте ли вы себя с другими трейдерами. Да, есть вот это наличие комплексов. Выкладывайте, если сделки это только красивые. То есть разрешите себе, дайте себе за вас времени, но, опять же, если у вас только не будет финансовых проблем, потому что часто именно финансовые проблемы толкают, зажимают вас временные рамки. В бизнесе обязательно эти трейдеры, потому что, я говорю, часто проблемы тоже с бизнесом. Кто-то работу хочет поменять. Работу не спешите менять все-таки. Старайтесь совмещать, пока у вас получится. Просто находите такие оптимальные варианты. Второй момент. Обязательно отслеживайте свой энергоресурс. Если вы совмещаете, работу часто в основном совмещают, замеряйте себя, насколько вы истощаетесь, потому что часто на рынок элементарно у вас не хватает энергии. Просто не хватает энергии. Вы усталый, вы вялый. Часто от трейдеров слышу, даже, я помню, мы еще в Герчаке Ко с Виктором Акеев, кажется, уже давно это было проводили. Не помню, мы программу проводили, забыла, как называется. Многие трейдеры пишут, говорят, я хочу быстрее закрыть сделку, потому что я и так, она меня истощает. Часто для многих действительно вы ее как скалы двигаете. Понимаете? Просто замеряйте свой энергоресурс. Если вы чувствуете, что у вас работа тяжелая, находите оптимальные варианты, как вы можете совмещать это. Возможно, работу нужно поменять, да, немножко другую, чтобы вы могли с рынком это совмещать. Потому что если вы будете, многие трейдеры, кто-то на отчетах, отчет в компании, в фирме сдал, в рынок пришел, потерял, просто пошел отдыхать, потому что сделка тяжелая. Особенно отслеживайте те, кому деньги достаются тяжело. Работа тяжелая, бизнес тяжело дается, и в трейдинге они будут тяжело даваться. У вас тогда будет бессознательная защита, не торговать. Потому что все, что у вас истощает, все, что вас выводит в эмоциональное состояние, в дисбаланс, бессознательно ставит блок. Часто на трейдинг у вас блоки наставились даже уже неосознанно. Просто неосознанно. Рынок не имеет отношения к тому, что в вашей голове происходит ваша жизнь. Вообще не имеет отношения. Это отдельная индустрия. Да, рынок активировал. Но активировал почему? Чтобы вы стали лучше, чтобы вы себя узнали, чтобы вы раскрыли, чтобы вы сильнее стали. Я за это и за то, что это можно сделать. За то, что когда вы не будете в закрытой позиции, когда вы все-таки научитесь прислушиваться, когда вы понимаете, что вы, да, у вас у многих вы называете страхами все. Там страх «я боюсь войти в сделку», я боюсь. Чего вы на самом деле боитесь? Боитесь эмоциональных состояний. Вы боитесь того, что разочаровать близких. Вы боитесь разочаровать себя. Часто боятся разочаровать даже тех родителей, которых в живых уже нет, потому что папа на него возлагал надежду. Часто ваши на самом деле проблемы, они вообще не имеют отношения к моменту и к самому торговому процессу. Это ваше бесконстанное. Почему вы боитесь эмоций? Да чтобы это не чувствовать, чтобы это не проживать. И часто ли вы избегаете входа, чтобы не провалиться в эмоции, потому что, почему я сказала, что важно замерять эмоции, важно давать чёткое обозначение. Я боюсь, либо я устал, либо я злюсь, либо у меня агрессия. Замеряйте свои состояния. Когда вы отыгрываетесь, то есть когда вы не можете управлять тем, чего вы не осознаёте. Научитесь понимать себя, что с вами происходит внутри, что я в этот момент чувствую. У кого-то будет просто элементарная усталость. Да не торгуете тогда, значит, уже вы эмоционально перегружены. Старайтесь как-то находить оптимальный стиль торговли под себя. Поймите на вот эти факторы, обращайте обязательно внимание, потому что это бессознательно на вас влияет. Я всегда и говорила, и буду говорить. Бессознательная программа всегда сильнее. Вы можете планировать одно, потому что вы живёте все в голове, можете логически что-то одно планировать. Но бессознательно вы понимаете, что вы идёте на цели. Иду к цели одновременно от неё. Хочу боюсь вот этих всенутренних конфликтов. Хочу много денег. Делайте всё, чтобы этих денег не было. Избегайте входов, открывайтесь против себя, случайно ввёл не то количество контрактов, случайно развернулся против. Всё у вас случайно. Это не случайно. Часто вот это как раз следствие бессознательных программ. То есть вот когда вы это замечаете, что у вас уже идёт торговля именно эмоциональная, вот тогда немножко стоп, в сторону отошёл, и начинайте анализировать по своим сделкам, по своим входам. И вот как раз тогда обозначение своих состояний. Вы будете понимать, в каком контексте рынка у меня слабинка. И в этом контексте вы начинаете себя как подтягивать. Понимаете? Потому что я говорю часто, ваши процессы, они на самом деле, они очень сильные. Но не всегда вам нужно лезть в голову. Я из тех людей, которые всегда скажут правду. У меня столько-то клиентов, которые во время консультации с человеком разбирали. Я просто им прямо говорю, вам не нужно. Это не те процессы. И когда вы говорите, я там на YouTube поработал над тем, я на YouTube. Вы работаете над тем, что, возможно, в трейдинге не влияет. Это равносильно, как из одной семьи. Два ребёнка будут с одной семьи, те же родители, те же программы. Выросли два разных человека. Потому что разный психотип, разный внутренний стержень, разная генетика, разная способность справляться с трудностями. Мы все разные. Никогда мы не можем действовать одинаково. Потому что, ну, это, знаете, как не инкубатор. Я всегда говорю трейдерам, ой, сюда, что-то пришло. Всегда говорю трейдерам, что ваша сила, ваша индивидуальность. В этом раскрывайте себя, узнавайте себя лучше. Ну, я говорю, ну, я про то, что даже, скажем так, одну категорию, скажу честно, которая будет тяжело, и которая, скорее всего, в рынке не стоит быть. Это тем, у кого есть синдром страдальца. А пострадать? Постоянно избегают работы. Саш, ну, вот, вздохнул. Нет, я просто имитирую синдром страдальца. Он просто... Есть, есть, но, к сожалению... Самая большая проблема, это когда, вот о чем ты говоришь, это чтобы твое подсознание подружилось с сознанием. Это колоссальная, огромная проблема, которая дана... Это называется гармония. Слышишь, это называется гармония, когда внутренний и внешний в синдиозе действует. Это красиво, прям слово такое. Да, потому что заставить свои руки, чтобы твои руки делали то, что говорит твоя голова. Это практически невозможно. Это как вот человек знает, что на красный свет нельзя едет и проезжает на красный свет. Да, поэтому и говорю в том плане, что действительно тем, кто часто такие, кто страдальцы, они часто меняют психолога, им никто не может помочь, им не подходит ни одно обучение, которое не в трейдинге. Они меняют пятого наставника. Наталья, ну ничего, то есть по человеку видно, ему не нужна реализация, ему нужно внимание и у него ничего, у него карма, как он сейчас называет, у меня такая карма. Вот таким, честно, будет сложно, и такой категории я бы не рекомендовала быть в трейдинге, найти какую-то индустрию попроще, где-то, возможно, лучше в найме, где-то, что вы знаете, что вам заплатят все равно. Вот такой, это, наверное, единственная категория страдальцев, а пострадать, что не делаешь, он, наверное, не слушается, он все равно делает по своим, потому что, а пострадать, а как же без страданий. Вот это, наверное, единственная категория, которая для трейдинга я бы не рекомендовала даже таким людям быть, потому что тут страдания сопровождаются еще большими финансовыми потерями. А это приводит к сожалению не к очень хорошим решениям в жизни, потому что синдром страдальца может когда-то закончиться не очень хорошо. Вот в этом плане лучше все-таки в это признать себе и действительно в трейдинге лучше не быть, потому что если у человека это есть, что бы ты с ним ни делал, он все равно пойдет, сделает по-своему, он потеряет и опять что делать, а пострадать. Поэтому я думаю, что основные моменты, которые я хотела озвучить, я озвучила, меня услышали. Кому актуально на бесплатную диагностику своих состояний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok